Вестерны нередко берутся показывать некрасивую и далеко не притягательную сторону освоения Фронтира. Но и не часто они делают это в той степени, в какой это проворачивает предложение 2005 года. Используя совсем уж привычные форму и фабулу, оно умудряется провести связующие линии между местом и его влиянием на человеческую природу, причем сделать это очень жестоким и безжалостным способом. История начинается, да и разворачивается банально. Где-то посреди австралийского аутбека во второй половине XIX века капитан полиции ловит отщепенцев банды Бёрнсов, состоящей из нескольких братьев и их коллег. И что некоторое время назад буквально уничтожила ферму и жестоко убила всю семью, что там жила, попутно издеваясь над ними ради развлечения. Капитан предлагает среднему брату Чарли помилование ему и его младшему брату, если тот выследит и принесет голову старшего брата, главы группировки, который укрылся где-то посреди пустоши и теперь выкашивает направо и налево как белых колонизаторов, так и племена аборигенов. Если же Чарли этого не сделает в течение девяти дней, то веселица ждет младшего Майка, а затем и всех остальных членов банды. Он соглашается на предложение, и это запускает новую череду насилия и смертей. Спираль, у которой в этом краю мира нет начала и нет конца. Этот фильм поставил Джон Хилл Коут, его вы лучше всего знаете по дороге с Вигом Ортенсеном. Эта деталь будет иметь значение, но о ней я скажу чуть далее. Историю же написал музыкант Ник Кейв, и корни автора чувствуются. Здесь мы можем встретить нестандартную схему повествования. В центре нарратива кино находится по большей части не сюжет или персонажи, две основные грани драматургического базиса, а состояние, тема и тон. Фильм представляет нам не личностей, вынужденных идти сквозь события и истории, а объекты, над которыми нависает атмосфера и место. Австралия здесь превращается в еще более злобное и дикое место, чем дикий же запад. Можно даже по праву сказать, что местодействие – это и есть протагонист фильма. Никто из остальных действующих лиц не может сравниться с тем эффектом и значительностью, что имеет Аутбек. Самое неприветливое место, едва ли пригодное для существования в нем людей, но которые непременно хотят его покорить, как будто что-то кому-то доказывая этим. И в этом кроется, как я считаю, главная тема предложения. Это противостояние природного и цивилизованного. С одной стороны, у нас есть капитан Стэнли, клянущийся установить в этой богом забытой дыре порядок. Он оказывается одержим своей миссией, оказывается измотанным и высушенным в погоне за некой справедливостью. После долгих лет войны с Австралией, только наркотические медикаменты могут унять физическую и психическую боль, а одержимость приводит к внутреннему моральному конфликту. С другой стороны, природа и свобода, что дают волю человеку и возвращают его в дикость, где правила становятся назойливыми оковами, от которых нужно избавляться. Вся банда Бёрнсов, и Артур, и Чарли в частности, становятся подвержены этой безудержной свободе и тотальному эгоизму. Необжитая и нетронутая цивилизацией Земля сопротивляется человеческому влиянию и попыткам её покорить и усмирить. В ответ она дарит всем, кто поддастся ей, животную жестокость. Это просто, капитан. И это тот момент, где имя режиссёра играет свою роль. Хилкотт не раз показывал, что готов переносить на экран мрачные, злые или даже просто угрюмые истории, не скупясь на визуальное преподнесение этих аспектов. Предложение не является исключением. Вестерн, хотя логичнее будет назвать истерн, наполнен не только физическим насилием, но и психологически давящими сценами. Это может быть как художественный приём, так и просто внутреннее рассуждение, преисполненное какой-то безнадёжной и банальной правдой. От всего в фильме веет либо стагнацией, либо увяданием, а болезненность чувствуется во всех персонажах. Это выражается и визуально. Кино почти всегда окрашено в жёлто-оранжевые тона, чтобы ещё сильнее подчёркивать атмосферу нездоровости, заражённости дикостью, что пытается овладеть героями и превратить их в зверей. И, конечно же, мухи. Сотни мух, роящихся над людьми, как будто те уже умерли, но всё ещё почему-то ходят. Сочетание тематического и внешнего – это то, за что хочется хвалить фильм в первую очередь, и больше всего. Но есть в нём и некоторые другие вещи, за которые тоже хочется хвалить. Например, передача актёрами того состояния, о котором сказал ранее. Практически все действующие лица представляют собой фигуральных ужей на сковородке. Они живут в постоянной пытке. Единственное различие в том, что кто-то сдался и обратил моральные истязания себе на пользу. Это снова же члены банды. А кто-то всё ещё сопротивляется, и их день за днём гложат экзистенциальные муки, как, например, Чарли. В каком-то смысле персонажи-актеры здесь играют на одном поле с теми из Апокалипсиса сегодня, когда враждебная территория и всё большая потерянность повергает людей в безумие. И в этих обстоятельствах непросто найти персонажа, которому бы ты мог дать своё сопереживание или сочувствие. По крайней мере, среди мужской части. Лишь Марта, жена капитана, может претендовать на это чувство, да и то потому, что является безвольной жертвой обстоятельств, той, кому не место в этой Австралии. Все остальные – это маленькие кусочки мозаики, формирующие общий рисунок центральной темы. И здесь я снова хочу вернуться к деятельности Ника Кеева, потому что, будучи в первую очередь музыкантом, его подача фильма выражается больше визуальной стороной, чем текстом. Несмотря на то, что тут достаточно обычных диалоговых моментов, передающих как события, так и характеры, они поровну делят время с невербальными приёмами – картинкой, музыкой, определёнными монтажными решениями, которые рассказывают не меньше. В предложении немало живописности, немало моментов впечатлений, нелогичных, но работающих на всё ту же главную тему действий и поступков. Внешняя подача фильма – это то, что поглощает тебя не меньше, чем инфернальный дух местной Австралии, и окунает головой в песок, зной и кровь. На самом деле, я бы даже не побоялся назвать кино духовным братом сердца тьмы, его переосмыслением в каком-то роде. Оба произведения говорят о мучительном противостоянии человека и природы, оба тонально черные и довольно пессимистичны. Киев и Хилко отправляются с переносом подобной истории в не самый заезженный сеттинг и рассказывают её с неумолимой безжалостностью, где только сам человек и способен спасти себя, даже если цена окажется слишком высока. Это отличная репетиция перед дорогой, ещё раз задающая вопрос о месте человека в мире. Субтитры создавал DimaTorzok